Всем привет! Мы продолжаем проходить Divinity Original Sin, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами закончили нашу вылазку на маяк, и в этот раз мы можем смело продолжать наше приключение. Ну, по-моему, Эдуард Бабушкин, я могу ошибаться, но по-моему, ты советовал выучить телепортацию как красивый навык. Отлично! Заказывали? Пожалуйста. Плюс я опознал всего, что у нас было неопознанного. У нас с вами есть вот такое вот копье. Я так понимаю, у нас у него навыки двуручного оружия. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. 44-56, копье 42-66. Оно гораздо лучше. И плюс один к силе воли. Прекрасно. Пусть будет. Ну и плюс у Бердад Дир. У нас с вами лук. Он, конечно, слабее арбалета, но есть шанс нокаутировать, и атаковать стоит заметно ниже. Ну, дешевле. Хотя, я думаю, арбалет я приберегу, просто тут плюс один из-за разницы уровней. Есть кольцо плюс один восприятие сопротивления яду. Давайте наденем. И, по-моему, у нас еще какой-то амулет там опознался между делом, который давал бонус к... Так, здесь вот кольцо дает плюс один к телекинезу. У кого-то из нас что-то было уже в телекинезу, если мне не изменяет память. Кто-то точно из наших двоих мог немножко телекинезить. Но, кажется, нет. Здесь ничего, здесь ничего. Здесь ничего, здесь ничего. Ну ладно, давайте тогда вот это кольцо мы наденем. И у нас с вами, у Донкана, будет возможность телекинезить, если что. Ну, и у нас одно очко навыков. Нам с вами, чтобы прокачать следующую магическую дисциплину, нужно их ни много ни мало три. Поэтому предложение следующее. Давайте с вами зайдем к торговке луками. Торговке стрелами. Посмотрим, что у нее есть. Может, у нее какой-нибудь лук интересный или что-то вообще. Такие хорошие кожные доспехи защиты. Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. О! Ну, не знаю. Я бы не стал. Как бы деньги мы потратим, а толку от этого никакого. А лук у нас и так с вами крутой. А, ну, получается тогда делать нечего. И, бу, чем мы будем заниматься в этом эпизоде? Я думаю, мы пойдем вот сюда и отправимся. Осмотрим, во-первых, вот эту часть. Ну, кстати, мы можем телепортнуться и осмотреться сразу. Там, по-моему, прохода не было. Эй. Эй. Вот здесь, да? Никакого прохода не было. Соответственно, осмотрим вот эту часть. Осмотрим вот эту часть. И плавно будем осматривать более-менее северную часть. Эм, так. Сайсил. Заброшенные фермы. Ух. А что мне радует? Игра загружается мгновенно. Эй, бой. Что? Со? Где? Откуда? А, нежит лучник. Ну, и давайте тогда померимся, кто из нас больше лучников. Ай, пока что он. Но если мы сделаем... Сколько нам атаковать, чтобы выстрелить надо? Четыре... Четыре очка действия. То есть она может аж вот сюда подойти. Я надеюсь, вот тут никто... А, раздувшийся труп кажется живой, да? Но относительно. Эй. О, вот так вот. Прекрасно. Один готов. А теперь товарищ Дунка. А давайте попробуем телепортацию нашу с вами. Поможем? Ага. Вот этого можем. Эм. Ну, и... Скоро Мадора ходит. Давайте его тогда к нам сюда. Ух ты! Прикольно. Ха-ха-ха. Слушайте, хороший скилл. Так. Эм. Ну что, друг, раз уж ты к нам пришел в гости. Дружок пирожок. Так, там еще кто-то есть. А вот этот вот раздувшийся труп, он вроде как лежит и жрать не просит. Ладно, Мадора тогда чуть вот сюда встанет и будет стоять на страже, так сказать. О, еще один лучник. Прекрасно. Слушайте, телепортация мне прям порадовала. Действительно очень эффектно. Нет! Ха-ха-ха, лох. Ух, взрыв скелета. А взрыв скелета я бы остановил. Ух, он еще так удачно встал там. Ой. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, ничего. А может огоньку ему не добросим? А может молнию... Эй, стоп. Может молнию тогда вот тебе? О, труп лежит и не шевелится. Но все равно я что-то беспокоюсь. Аватар яда камень. Давайте камнем долбанем. Вот так вот. Бэм. А, вот. Струпец таки распался на яд и прочее. Ну, можем стоять спокойно. Я думаю, да, шевелиться лишний раз. Знаете, лишнее привертывание от гранаты здесь совершенно не нужно. Лучник нас сильно не повредит. А вот этот товарищ, да, в масле, в отравлении. Сейчас еще и взорвется, судя по всему. Ну, кисюля. Красава. Ну, и что я хочу сказать. Лук позволяет нам иногда стрелять дважды. Вот это вообще просто прелесть и сказка. Четыре минус два х. Высокий... А, это перезарядка. Но стоит применить пять. Ну, ладно, давайте. Че уж. А, стопа. А, наш телепорт не отлип? О, нет. У него перезарядка вообще большая. Что? О, да. В общем, я умею в мисклике. Насчет жезлов. Советовали бы мне их прокачать, но у меня была идея все-таки оружие качать в последнюю очередь. Потому что магия открывает доступ к новым заклинаниям, как-никак. А вот оружие, ну... Ну, да, иногда оно им кидает, но если у него будет достаточно заклинаний, то и бросать нам ничего не придется. И... Ух ты. Это че? Повышение уровня? Да ладно. Да ладно. Вы сейчас серьезно? Да. Два очка навыков, два очка навыков, два и два. Но, к сожалению, нам с вами надо ждать. Потому что всем будем качивать на трешки. А, соответственно, это еще один уровень. Вот это мне немножко не нравится в этой системе. Что вроде как уровень мы получили, да? Какое-то достижение свершилось. А толку от этого никакого, простите. Немножко икается мне что-то. Так, газовая стрела. Супер. Свиток регенерации возьмем. Свиток огненного щита, да? Короткий вязовый лук. Ух ты. Ну-ка, кисюль. А, а он помощнее. А он помощнее, прям помощнее. То есть у него нет 10% шанса сбить, но зато у него урон гораздо больше. О, а тут всякие припасы. Блин, я на них, конечно, поведусь. Ну что, заменим? 10% шанс сбить, это, конечно, хорошо, но... А, в принципе, сколько тут средний урон-то? 89, то есть типа 45, а вот здесь 76, это типа 38. Ну, на 7 урона выше, да? Я, пожалуй, возьму вот так. Хотя можно уже и арбалет взять с огнем. По большому счету... Ну нет, арбалет не торт, ладно. А что ж, давайте смотреть, что нам за награду дадут за наши труды. Тут у нас... Награда. Нашла героя, блин. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, 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 стоп. О, все, все пришли в себя. Хорошая награда, однако. Я прям это... Рад, что ее получил в полном объеме. Вот ведь игра, а? Несправедливо. Ладно, сундук горячий нам что-нибудь выдаст. На всякую фигню. Ну что, я тогда, знаете, сохранюсь и вот эту бочку от... А, здесь ничего. В тюке. В тюке. Ничего в тюке, да? А, что? Кто? Кто? Нежитмечники. Прекрасно. Ну, Бэра, 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 Доттер. Так, она может чуть-чуть вперед пройти. Например, вот так вот, да? Оставшись за грабкой, немножко прикрытий. Хотя я понимаю, что это не XCOM, но... Вещь такая. Так, и все. Теперь наш персонаж. А давайте тогда испробуем наше любимое заклинание новое. Эй. Чего? Ну-ка. Стоп, стоп, стоп. Телепортация. Берем цель. И кидаем... Слишком далеко. Ай, жаль. Жаль, жаль, жаль. Ну, давайте его подкинем прямо это... Прямо Мадоре. Под удар. Во. А ты, друг, далековато. Ну, сейчас мы чуть-чуть подойдем. Вот так вот. Блин, прям к ядовитой бочке мы подойдем. Не нравится мне это нифигашеньки. И все равно он далеко. На ему мы можем вызвать паукана как раз-таки. На которого у нас не осталось очков действия. Давайте тогда ему вот так вот польем тут хорошенько. Маслицем все. А вот. Ну, вот и все, ребята. Ну, а этого мы сейчас... Ммм... Ткнем. Ух. Ну, как-то не очень ткнулся-то. Я надеюсь, сейчас там какая-нибудь граната не прилетит вот в эту ядовитую бочку. А-а-а. Ну, ладно. А-а-а. Ну что, чпок? Хороший лук, однако. Блин. Сглазил. Эм... Ты, друг, слишком уж ты близко к нам стоишь, но займемся вот этим. Бэм. Оглушение не действует. Ах ты. Ах ты ж, гад. Эм... Вызов волка это у нас не из той песни. Ну, ладно. Давайте просто тогда по нему кинем. Ой. Ха-ха-ха-ха. Ой. Мадора. Я не знаю, есть ли соль сражаться в грязи. Ай, нет. Там трупик. Я не хочу. Мне кажется, лучше пусть он чуть-чуть еще пройдет. Да. И мы его просто на халяву прибьем. Чем... Сейчас будем рисковать лишний раз. Да. Я боялся, что он сейчас в ядовитую бочку выстрелит. Ладно, слушайте, справились очень даже достойно. Ну, единственное, опять же, приходится после проведения этого боя всех подлечивать. А я очень рад, знаете чему? Что практически нет текста в этом эпизоде. Потому что мне очень сильно хочется спать. У меня слипаются глаза. Но если я это не запишу сегодня, то эпизода сейчас вы не увидите. Вот. Поэтому боевка это прекрасно. Вот для таких случаев как раз таки и существует. всякая местность, куда можно пойти, посражаться и совершенно ни о чем не думать. Ну и, в принципе, после того, как мы с вами долго-долго осматривали город, да, уже пора бы нам немножко разнообразить. О! Груда костей. Груда костей. Ага. Кость. Кость. Слушайте, а у нас там чувак какой-то в составе... Нет, от поленок всего лишь. Ладно. Просто тот тип, который стырил посох, он не суда ли попробовал смыться? Ну, видимо, нет. Так, тут пара цветочков. И вроде ничего. Давайте посмотрим. Ну, с этим, видимо, мы закончили. Можем смело идти теперь на Ве... Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда они там? Тут-то что у нас такое? Зомби. Но они довольно-таки низкого уровня, хотя я там вижу мага. А давайте попробуем все вот так вот аккуратненько по одному. Чпок, чпок, чпок. Ха. Аккуратненько сейчас мы попробуем подкрасться. Куда-нибудь вот сюда в более выгодное положение. И, в общем-то... Ай. Заметили нас? Ну, ладно. Заметили, так заметили. Мне бы хотелось вот в этого товарища запулить стрелу. Но они все слишком далеко. Обида. Ну, ладно. Если мы в них не можем попасть, наверное, и они в нас попасть не могут. Поэтому давайте просто отойдем немножко. Вот так вот. Логично же. Так? А вот здесь мы с вами, например, разольем масло. Потому что, кажется, это единственный у них тут нормальный выход из этой местности. И если им придется проходить через масляную нашу баррикаду, они в любом случае замедлятся. Так? Мадора тоже отойдет вот сюда. Если что, вот тут с фланга будет нас прикрывать. Можем ли мы кого-нибудь из них выкрасть? Эх. Только лучников. Но у нас на это уйдут все очки действия. Поэтому давайте-ка тоже Дункан бодро очень ретируется. Ага. Ага, он врубил яд. Это прекрасно. Мы сейчас все это просто подожжем, и веселье-то на этом и закончится. Ууу, ускорение. Эээ. Это, кстати, посерьезнее, но они третьего уровня. Мы с вами уже пятого. Видимо, сюда надо было чуть пораньше приходить. Но, с другой стороны, их довольно-таки много. Так что, все пока что довольно-таки честно. Ай. Чуть-чуть не достреливаем. Давайте вот буквально на единичку подойдем. И начнем наше шоу. Чпок. Еще разок. Чпок. Ах ты гад, ты роман. А, Дункан. Никого стырить не может, к сожалению. Но зато... Цель слишком далеко. А огнем... Цель слишком далеко. А если, Дункан, на вот эту единичку подойдет... Эээ... Вот так вот. Все равно далеко. Не, не-не-не, можем добросить. Гори. Во. Кажется, один из них распался на кусочки. Цель невидима. И это проблема. А паук... Семь очков действия. У нас даже таких нет. Тогда Кларель ждет. А Мадора вот чуть-чуть сюда отходит. И ждет вот здесь. Оу. Бедняги. Какой он... Какой он радужный. Такой прям это... Рейвер-рейвер. Уф. Да. Ну и зомби традиционно так... Ну, не все поутру прям... Хотите. А жалко, что нельзя заготавливать действия. Ну, ладно. Дункан, брат. А давай-ка ты... А давай-ка ты ничего не сделаешь. Так. А здесь мы призовем паукана. Вот так вот. Хоп. И паукан готов. Слушайте, ну... Я в какой-то момент очень сильно опасался. Но поскольку мы с вами игру целиком и полностью обманываем везде, где можно обмануть. Ну, то есть вместо взлома просто атакуем. Что-то оружием и так далее, и так далее. То, в принципе, бои пока что идут в нашу пользу. Я опасался, что это будет мега фейл. Ну... Ну, вроде нет. А, слушайте, а мы же к телепортации можем не только к себе притаскивать, ну и, наверное, от себя подали отправлять. Да? Ой. Серьезно сейчас? А у нас только один сет вооружения или... Да, судя по всему, сет вооружения один. Просто было бы здорово еще... Альтернативно взять арбалет... Как-нибудь. Так, Дункан. О, у него отлип, кстати, огонек. Взрыв, да, будет? Ну, нет. И у него... Так. А телепортацию мы можем? О! Слушайте, прикольно. Так, и гори вот здесь. Ну, вот так вот должно быть нормально. Оп. Слушайте, клево. Ребятки, сори, забыл, кто написал, но с учетом того, что сейчас почти три ночи, хорошо, что я вообще помню, как меня зовут. Но, блин, действительно клевый скилл добавляет веселья всего этому. Блин, я, кажется, начинаю потихоньку входить в кайф игры. Вот. Ну, естественно, да, поначалу, когда ты только создаешь приключенцы, он там беспомощный ничего не может, радоваться особо нечем. А когда ты уже чуть-чуть там прошел, чуть-чуть что-то смог, давайте ждать. Хотя зомби, я так чувствую, мы будем ждать с вами очень долго. Я думаю, даже быстрее будет отправить Дункана вперед, чтобы он там его как-нибудь цепанул. Ну, и к нам притащил. Ну, с другой стороны, пока они к нам долго-долго бегут, мы их можем на халяву расстреливать. Дункан. Не, не добьется. Тогда ждем. Паук тоже ждет. Да и здесь подождем. И тут подождем. Давай, друг. И зомбак. Так. Чпок. Но все равно, да, надо знать свои границы, потому что орки на берегу нам вставили тогда просто по первое число. Но шестой уровень. С шестого уровня мы сможем с вами изучать новые заклинания. В частности, у нас появится невидимость. Нам будет гораздо проще воровать. Хотя вы мне тоже подсказали, как здесь грамотно воровать. Ну, ладно. Давайте дождемся, пока вот этот зомби придет к нам. Даже паук уже от старости сдох, а зомби все еще идет. И все еще идет. Ну, хотя бы музыка приятная. Так. Давайте, ладно. Дункан призовет паука на всякий пожарный. В принципе, паук нам в битве с зомби может только помешать, скорее всего. Потому что если он этого самого зомби умудрится заразить, то зомби начнет лечиться от этого. Ну, вот реально, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Поэтому давайте лучше все спокойно, выверено. Во. Тем более... Во. Блин. К слову о птичках, да? И мы его отравили. Да, если что-то могло пойти не так, оно пойдет не так. Ну, ладно. Ничего. Сейчас Дункан огоньком попытается это исправить. Но ему придется чуть вперед пройти. Давайте вот так вот, на пределе. Он пройдет вперед и огонек кинет. Я надеюсь, зомбак взорвется. Во. Хотя он все равно при этом отравлен остался. Э, паук. Давай. Твой звездный кусь. Все. Хм. Дольше ждали. Ну, ладно. Зато мы можем собрать пару новых свитков. И смотрите, у нас там хорошие кожные доспехи. Ну, и плюс что-то наверняка есть внутри вот этого вот домика, поместья, особняка не знаю чего. Отравленная стрела, свиток, полноточное масло. Короче, нам, во-первых, есть что теперь продать. Хотя, что самое обидное, нам особо нечего купить. Потому что... Ну, то есть, книги скиллов есть. А здесь, кстати, нет второго ответного подземелья. О, приказы. Кажется, будто эти страницы кто-то смял в приступе гнева или в предсмертных судорогах. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Приказ капитана Аурея. Осмотреть маяк на предмет возможной активности нежити. Уничтожить любую обнаруженную нежить и вернуться на базу с докладом. Вот чёрт. Да, это, видимо, те ребятки, которые отправились... А, в общем, кто у нас открывал бочку, тот и получит предмет. Это объясняет, почему так часто стрелы не доставались БРДД. Ступка и... О, деревянная дубинка возьмём. Ступку и сундук. Бах. Сундук таки хочет, чтобы его открыть. А, качественная кольчуга. Мм. Ну, пару вещей мы отсюда всё-таки достали. 28. Качественная кольчуга 40. О. Ну, вот так, допустим. Так. Секреты свитков. Это мы читали, кажется, да? Да, это мы читали. Ну, тогда можем продолжать наш поход. Что у нас с вами? У нас ещё вот тут какая-то терра инкогнито немножко осталась. Видимо, туда нам и предстоит пройти. Ну, с учётом того, что на каждом шагу у нас... А! О, это тут колодец, из которого мы тогда выбрались. Так что мы с вами вернулись, можно сказать, на круги своя. Интересно, а вот здесь засада нежити так и осталась? Или мы в тот раз её разгромили просто в другом месте? А, а, всё? Всё. Видимо, да. Видимо, от того, что мы разбили нежи чуть выше... Ну, там было и удобнее это делать, потому что она нас не окружала. Я чувствую, что вот здесь, да, ещё кто-то будет. И, наверное, после этой битвы я смогу с чистой совестью с вами распрощаться. Да? Тут кто-то есть. Капна сена. А там что-нибудь есть, интересно? Внутри этих... О! Капня сена немножко ржипала. А, так. Вульфрам. А, это бедный хозяин фермы. А он... Всё, с ума сошёл. Нет, мы можем с ним поговорить. Ага. Да ладно. О, боги. Оно ходит, но при этом неживое. Я и не знал, что когда-нибудь встречу существо, соответствующее этому описанию. Он какой-то благородный, что ли, или чё? Непонятно. У, наплечники мы забыли. Э-э-э, наплечники забыли. Жаль. Надо будет кому-то их. Надь. Меня зовут Вульфрам, и я безмерно счастлив познакомиться с тобой. Кстати, это хорошо, что ты не из Легиона. В этой экспедиции меня сопровождали 10 солдат, но оказалось, что против нежити у них не больше шансов, чем у снежинки в адском пламени. Правда, вряд ли мои шансы заметно выше, особенно сейчас, когда где-то рядом бродит эта дохлая шавка. Более того, я бы даже сказал, что отчаянно нуждаюсь в вооружённой охране. Хм. Эскорт-квест? Расскажи мне о себе. Я археолог, кроме того, я обожаю всё, что связано с нежитью. Лейтенант селения, командир Легиона, стоящего в Сайселе, поручила мне осмотреть древние курганы неподалёку от города. Она надеется найти место, откуда началось нашествие зомби. Впрочем, пока что мои поиски не увенчались успехом. Значит, ты многое знаешь про нежить? Именно. Я, так сказать, живу ради мёртвых. Мой интерес к этой области, связан с археологией, пробудился после одного случая, связанного с чёрной магией. А, разумеется, я с радостью поделюсь всеми знаниями, накопленными за многие годы. Расскажи мне о зомби. Мертвяки — результат мерзких экспериментов с использованием чёрной магии. Среди воскресших мертвецов есть и волшебники, и они по-прежнему могут применять заклинания. Они убивают невинных людей, воскрешают их, превращая в бессмертных рабов, насквозь пропитанных болезнями и тлением. Если ты когда-нибудь на них наткнёшься, старайся уничтожать их издалека. Не давай им подойти близко, иначе они отравят тебя своими ядами и порчей. А расскажи мне о скелетах. Конкретно эти мертвяки, которых можно встретить в окрестностях Сайсела, воскрешённые солдаты Бракка, последнего и самого знаменитого короля, Источника. Он сам похоронен где-то здесь, но где именно никто не знает. Я долго искал и вёл раскопки, но пока не нашёл ничего, кроме ржавого оружия и черепков. А в любом случае, солдаты Бракка снова разоряют эти земли и по-прежнему сражаются как профессионалы. Я же говорил этим идиотам-легионерам, чтобы взяли не мечи, а палицы. Но ты понимаешь, они дробят кости, а другие от костей отскакивают. Даже толстая палка пригодилась бы, но они не послушали, а теперь их уже нет в живых. О, и не удивляйся, если нежить нашлёт на тебя множество мощных заклинаний, ведь в конце концов эти солдаты служили королю Источника. Тут повсюду чёрная магия. Насчёт вооружённой охраны. В одиночку я до Сайсела не доберусь, но тебе же удалось дойти до меня, и ты сможешь отвезти меня обратно, так ведь? Это так, уходим. Верно. Не волнуйся, мы тебя защитим. Чудесно, весьма благородно с твоей стороны. Веди нас. Угу. Ну, я надеюсь, что при этом никто не заспавнился. А, так. Мы же смогли дойти. Мы же смогли дойти. Тут я начинаю сомневаться в себе. Ой. Бой. Что, где, кто? Я никого не вижу. Где? А, вот. Нежить убийца. Ну, ладно. Просто было бы хорошо при этом ещё и продвигаться немножко вперёд. Ну, например, сколько у нас стоит выстрел? Выстрел стоит четыре. Соответственно, мы можем продвинуться вот сюда. Ага. Ну, чтобы поближе к нему оказаться. Вот. Да и шансов попасть у нас при этом больше. А здесь мы, допустим, кинем... Ну, мне не хочется. Давайте паука первым делом вызовем. Паука, потому что всегда, если что, ещё и потанчит. А потанчить нам не помешает. Так. Клары. Девчуля. Ну, на два ты можешь подойти. Вот так вот. Оп. И атакануть. Вжух. Вжух. Прекрасно. Эм. Нет. Даже не будем пытаться. Просто подойдём рядом с чуваком. Встанем и всё. Чувак. Чувак, к счастью, просто прикрывается в страхе. И всё, да? Помогите! Я одной ногой в могиле! Да, конечно, одной ногой в могиле. Давай, рассказывай сказку. Я теперь понимаю, почему остальные ушли и оставили его. Так. Ну что? Чпок и готово. Да. Если в этой игре и есть МВП, то это полюбас в РДД. Что и всё? Не, ну не может быть всё. Стоп. Куда ты бежишь, дядь? А-а-а. Пугает гораздо больше, чем кто-либо остальной. Просто по имени своему. Ты. От тебя. Блин, я бы его, конечно, запулил на другой край карты. Давайте лучше... Я вот думаю, лучше лучника к нам притянуть. А где маг? А, это бронированный палач. Давайте тогда его заморозим. А если он постоит в пару ходов, хуже точно не будет. А здесь у нас ещё что есть? Телепортации нам пока не хватит. 5-3 очка действия. Давайте тогда вот этого нежица-убийцы шпонтнем. Так. И... Да и всё. Паукан. Паукан может грызть лучника. Тем более, лучник очень повезло, он оказался к нам близко. Ну, или нам повезло с лучником. Ну, я бы хотел, наверное, разобраться вот с этим убийцей сначала. Но для этого эффективнее всего будет вплотную вот к этим двум кинуть паукана. Чтобы они оказались в зоне его контроля. И когда они будут проходить мимо, если они попытаются отбежать от него, они получат от него атаку по возможности. Ну, и я думаю, если хорошо ткнуть... Эх. Ткнули, но не очень хорошо. Друг, ты бы мог хоть немного помочь. Вот на этого скелета просто достаточно чихнуть. Ладно. Скелетик, пусть. Скелетик, пусть, пусть. Ой, фу, скелетик. Ну. Эх, только не огонь. А, ладно. Чувак живучий. Чуваку вообще ничего. Уф. Вот это было неприятно. А-а-а. Фух. А вот это стрельнуло в паука. Ну, ладно. Чувак вполне себе в порядке. Это главное. Ну, а тут две нежити все из крови паука сделали ядовитую ловушку, что ли. Я не знаю, как их назвать. Девчуля. Давай. Давай. Давай их обоих чуть-чуть. Хотя. Лучше прибить. Лучше одного уже прибить, гарантированно. И второго прибить тоже. Через своих стрелять, наверное, не лучшая идея. Давайте лучше тогда вот куда-нибудь сюда она подойдет. Так. Товарищ Дунка. Может быть, молнии... А, нет. Молнии нет. Но зато вот сейчас огонь... Огонь. Он создаст нам, кстати, дымовую завесу небольшую. Хм. Гаденыш не загорелся. А, тогда мы в него дважды стрельнем. Да? Вот. Паук. Пусть. Может, еще один кусь. Но еще один кусь нам не хватило. Так. Ну, пора добивать. Ох. Этот готов. Шанс у Мадоры. А, она может, оказывается, издалека атаковать. Я только сейчас заметил. Клево. Копье это круто. Ну, и здорово, что вот этот вот замороженный отморозок танкует за нас. Эй. Лохи. Они пытались, но куда им до нашей девчоли-лучницы? Хе-хе-хе, сказал я, когда она промахнула. А, ладно. Вот этот тип пытается прийти в себя. Мы можем его... Нет, мы не можем его. Нам бы с вами увеличить как-то число очков действия. Вот что я подумал. Давайте его попытаемся застать. О. Хе-хе-хе. Плохо быть... Плохо быть названным каким-то элитным мобом и выглядеть опасно. Потому что на тебя начнут покусить. А-а-а. Так. Цель слишком далеко. Насколько мы можем подойти? По-моему, вот так. Вот так вот мы можем подойти. Мне не нравится, что мы скучковались. Потому что если у них... А-а-а-а. А-а-а. Простите. Это был печальный мисклик. Это был очень печальный мисклик. А, ну ладно. Ну ладно. Он перешел на нож. Ну, если лучника мы заставляем вместо того, чтобы использовать свои сильные атаки, рубиться с нами в ближнем бою, то это не так и плохо может быть в итоге. Блин, зря я тебя похвалил, а? Вот стоило похвалить, и сразу... Девчуля, все. А? Блин. Телепортация не хватает нам очков в действие. Ладно. А тогда давайте огоньку... О, этот в себя пришел. Не-не-не. Это мы допустить не можем. Так. И чуть-чуть отойдем. Что я это делаю? Уф. Паук взорвался. Так. Паукан. В атаку. Готово. Эм... Ну, да. Да. Плотную. Самое... Вот. И... Отходить я не буду. Это плохая идея. А вот на таран пойти... Во. Иногда он не действует, но зато мы к нему подошли. И теперь мы можем откнуть. Крик. Отлично. Друг. Ты, конечно, бежишь здорово, что вперед. Но нам бы тут собрать все ништяки, которые нам почитаются. Все? А, он нас ждет даже. Все, добежали до города. Получилось? У вас получилось? Ура! А благодаря тебе я в безопасности. Тебя послали сами боги. Пойду в королевский краб промочу горло. Если захочешь присоединиться, выпивка за мой счет. Ммм, прекрасно. Я вот думаю, есть ли смысл сразу нам к нему идти или нет. Ну, то есть выпивка за его счет, но он нам уже вроде как все дал. Ага. Ну, знаете что? Я, пожалуй, телепортнусь в безопасность. И на этом мы с вами наш эпизод будем с вами заканчивать. Поэтому спасибо Миша Лебедеву, Тому, Миша Фомину, Зуклике, Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Константину Захарову, Алексею Смирнову и Эдуарду Бабушкину за то, что вы продолжаете поддерживать канал. Ну, и всем вам огромное спасибо, что вы приходите смотреть эти прохождения. Что ж, в следующий раз, видимо, осмотрим вот этот вот домик, где там чувака этого встретили, потому что там еще подземелье осталось. И пойдем дальше вот эту вот зону уже изучать. Ну, а после шестого уровня я так подозреваю, что мы уже сможем и с сорками помериться нашими детородными органами. Ну, когда это еще будет? А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok